Сегодня в Пекине начал работу масштабный международный форум, который посвящен реализации грандиозного торгово-экономического проекта «Новый шелковый путь». Заметим, что он интересен не только созданием новых транспортных потоков между Европой и Китаем, но и тем, что дает странам-участницам импульс технологического развития. О первом дне пекинского саммита моя коллега Анна Пыш. Около полутора тысяч участников из более чем 130 стран, высшее руководство почти 30 государств, пристальное внимание всей мировой прессы. Пожалуй, сегодня именно Пекин – та точка на карте, из которой весь мир ждет новостей. Ведь уже сейчас, спустя 4 года после предложения китайским лидерам новой стратегии в инициативу «Один пояс – один путь» вовлечены десятки стран. Китай уже инвестировал в два десятка государств вдоль нового шелкового пути более 18 миллиардов долларов, что принесло миллиард налоговых доходов и 180 тысяч новых рабочих мест. А ведь это только начало одного пути. В лидерах по доле инвестиций, безусловно, Беларусь. Страна одной из первых поддержала концепцию «Один пояс – один путь». Форум в Пекине – пожалуй, самая масштабная реклама нового шелкового пути. Но что скрывается за яркой вывеской? Концепция подразумевает создание глобальных логистических коридоров на суше. Это так называемый экономический пояс шелкового пути. И по воде – это морской шелковый путь 21 века. У концепции пять приоритетов. Политическая координация, взаимосвязь инфраструктуры, бесперебойная торговля, свободное передвижение капитала и укрепление близости между народами. На эти цели Китай в ближайшие три года выделит партнерам 60 миллиардов юаней, почти 9 миллиардов долларов, не считая банковских кредитов. У нас нет намерений вмешиваться во внутренние дела от других государств. Мы не навязываем свою волю, свою модель развития. Мы лишь надеемся, что посредством развития проекта «Один пояс – один путь» удастся создать новую модель взаимовыгодного сотрудничества. В рамках инициативы мы будем работать с 60 странами и международными организациями. На эти цели два китайских банка предоставят специальные кредиты в размере 55 миллиардов долларов. По заявлению самого Си Диньпина, и в этом коллегу, безусловно, поддерживает Александр Лукашенко, Беларусь обладает уникальными преимуществами для развития экономического пояса шелкового пути. Во-первых, за счет своего географического положения. Во-вторых, из-за желания строить новую глобальную экономику не на словах, а на деле. Подтверждение китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – жемчужина экономического пояса. Мы рассчитывали в конечном итоге получать примерно 45-50 миллиардов долларов той прибыли, которую могли бы делать предприятия, которые могут разместиться в «Великом камне». Я думаю, что Китай говорит, 20-25 лет надо, чтобы образовалась вот эта сама территория с предприятиями. У нас такого времени нет. Нам хотелось бы более интенсивно, чтобы эти предприятия выстраивались. Сейчас в «Великом камне» 9 резидентов. Всего заключено порядка полусотни соглашений о намерении работать в парке. Высокая степень готовности еще у 12 проектов. Восемь китайских – по одному из США, Германии, Молдовы и Литвы. И даже те компании, которые уже пришли в парк, видят будущее не столько за размещением производств, сколько за взаимной передачей технологий. Яркий пример – первый резидент парка – китайский телекоммуникационный гигант. Он вложит 5 миллионов долларов в создание научно-исследовательского центра в Беларуси. Всего же корпорация от ежегодной прибыли в 1,7 миллиарда долларов вкладывает в развитие науки от 10 до 15 процентов. И вот они – технологии будущего. Система – безопасный город. Интернет – вещей, когда машины начинают взаимодействовать с машинами. Не все из самого большого шоурума компаний в Пекине можно показать. Не позволяет коммерческая тайна. Но все это не отдаленное будущее, а технологии, разрабатывать которые Беларусь способна сама. Мы пристально следим за белорусским рынком и хотим создать в Великом Камне центр обучения. В Беларуси высокий уровень образования, и там разрабатывают очень качественный софт. Поэтому выбор страны как исследовательской площадки, конечно, не случайен. Мы уже обучили в Беларуси более тысячи человек. Поверьте, их будет больше. В Беларуси мы не просто делаем бизнес, а вкладываем в будущее. Инновации невозможно удержать, но ими можно выгодно делиться. В Пекине новинки сферы IT презентуют не только белорусским чиновникам, но и студентам это проект «Семена будущего». Китайцы умеют очень быстро выводить продукт на рынок и его тиражировать. А вот мы, как Беларуси, можем создавать вот эти ноу-хау. Объединив усилия, мы можем получить, естественно, так называемый синергетический эффект, ну и вместе на этом хорошо заработать. Это в целом вписывается в концепцию перекраивания товарооборота Беларуси и Китая. За четверть века депоотношений торговли между странами возросла более чем в сто раз. Рекорд в 3,5 миллиарда долларов поставили в 2013-м. Проседание рынка калия, а это основная экспортная позиция, привела к снижению показателей. А потому цель сегодня уйти от жесткой привязки к традиционным экспортным товарам. Пример поиска новых точек соприкосновения – белорусский бренд, качественное молоко и мясо. Их в Китае, похоже, распробовали. За первый квартал продуктов питания поставили более чем на 4 миллиона долларов. Рост троекратный. И пакет сегодняшних соглашений между 5 белорусскими компаниями и 6 китайскими добавляет в копилку еще 13 миллионов. Большой популярностью спросом, продовольственным спросом пользуются наше молоко, наш сыр, наши сухие молочные продукты. Они ассоциируются как с органическими продуктами, за что китайцы неплохо и платят. Качество вашей продукции очень высокое, ведь мы оценивали, исходя из весьма высоких требований. Уверен, ваше молоко найдет на огромном китайском рынке своего потребителя. И еще одна компания-гигант готова инвестировать в белорусское сельское хозяйство почти миллиард долларов. Словом, у правительственной делегации Беларуси жаркие дни, и не только потому, что в Пекине плюс 30. Переговоры раунд за раундом. Вот министр промышленности обсуждает вопрос расширения поставок на совместные предприятия Гомсельмаша и компании Цуньшень. Она осваивает и новый вид бизнеса – производство мотоциклов. Белорусы подключаются. В марте следующего года будет открыт объемом до 2000 единиц техники. Поэтому сейчас надо более усиленно работать, чтобы наполнить этот завод новой продукцией, адаптировать продукцию к китайскому рынку. Преимущество нашей компании – свободные деньги, ваше достоинство, качество техники. Мы как две стороны одной медали или, если хотите, как два конца одного пояса и одного пути. Следом речь идет о финансах. Из кредитных ресурсов, предоставленных Китаем, освоены пока 4 миллиарда долларов. На подходе сразу три контракта в машиностроении. Строительство таких предприятий развития, как Амкадурмаш, Салео Гомель, Салео Кобрин на общую сумму более 340 миллионов долларов. Поставки белорусской продукции, промышленная кооперация – об этом сегодня говорил и президент на переговорах с премьер-министром Пакистана Навазом Шарифом. Кстати, страны объединяют не только достаточно плотное сотрудничество друг с другом, но и с Китаем. В китайской иерархии двусторонних отношений у Белоруссии и Пакистана единый, высший статус. Да и на экономическом поясе нового шелкового пути Пакистан – сильный игрок. Встреча получилась пусть и краткой, но теплой. Я вас жду с вашей семьей, чтобы вы всей семьей побывали у меня в гостях. У нас будет что обсудить во время вашего визита. Торжественное открытие саммита «Один пояс. Один путь» задает общее настроение проекту «Быть» и поддерживает его десятки государств. Завтра день дискуссий и предложений. Ожидается, что своим видением будущего нового шелкового пути поделится и президент Беларуси. Да, в концепции «Один пояс. Один путь» нет единого маршрута. Но в Пекине говорят, не стоит смешивать географию с философией. Ведь цель мегапроекта, как его все чаще называют, не провести на карте прямую линию от Восточной Азии до Западной Европы, а предложить новые возможности как можно большему количеству стран. И добавляют, каким бы извилистом ни оказался один путь, Беларусь он точно не обойдет стороной. Анна Пыш, Марина Тимофеева, Александр Автухов, Контуры Пекин, Китай.